Я думаю, мы вообще немножко замучили, но у нас скоро уже перекур. Вот Вадим говорит, что его просили больше авиационных песен петь. Меня насчёт авиационных вообще как-то априори ничего не говорят. Наверное, предполагается, что я их пою. А тут просили какую-нибудь лирику попеть там и так далее. То есть, ну, оно тоже предполагается. Хотя сегодня вообще для меня много неожиданностей. Ну, много чего просят. Учитывая, что есть люди, к примеру, с Сахалина. Ну, вот, обещал. Вадим лучше свистит, поэтому лучше голосом. Не получается мне свистить, если только в студии очень постараться. Кстати, вот посмотрел на Маргариту, вспомнил, что она хорошо свистит. И когда мы играли, она свистела. Я тебе дам пару уроков. Хорошо. Она ещё и летает хорошо. Я родным аэрофлотом, словно глобус крутану. Серебринстым самолётом треть планеты обогнул. Между закатом и рассветом сон придёт едва-едва. Время в воздухе при этом вдруг умножится на два. Подменю большой на малый. Сам себе теперь пилот. Пусть с дороги я усталый, только хочется в полёт. Привязался, запускаюсь, и мотор жужжит пчелой. Я по жизни всё болтаюсь между небом и землёй. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять. Но не хочется медведям флаг над островом менять. Где-то рядом вся планета начинает новый день. Красота на крае света, где слегка всё набекрень. Здесь лягушка как-то строго смотрит с горной вышины. И железная дорога очень странной ширины. Крабы, рыбы и кальмары бросит кучу важных дел. К нам спешат пивные бары, океаны надоел. Словно море это небо, я в полёте им дышу. Без него мне, как без хлеба, я на землю не спешу. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять. Но не хочется медведям флаг над островом менять. В скалах, сопках, как в доспехах, остров высится горой. Здесь когда-то доктор Чехов катаржан лечил порой. Люди здесь в суровом крае не боятся лютых вьюг. И когда-то самураев здесь отбросили на юг. Одинокий этот остров, кто-то скажет, как острог. Он на глобусе полоской, всему кажет, где восток. Без него земля родная, как гитара без струны. Для России он не с краю. Здесь начало всей страны. Я кружу над сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять. Но не хочется медведям флаг над островом менять. Я кружу над сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять. Но не хочется медведям флаг над островом менять. Я отнимаю. Я отнимаю. Я отнимаю. Я отнимаю. опять эту песню, но я попробую. Крайне редко ее пою, потому что написать про Питер, это лично для меня, я считаю себя человеком этого города. У меня мама блокадница, коренная ленинградка. Я там заканчивал свое высшее военное учебное заведение. И поэтому, учитывая, что про этот город написал Пушкин, к примеру, или там современный автор мне очень нравится, и Шевченко, Газманова, Митяев, Александр Яковлевич Розенбаума, там вообще целый пласт. Поэтому я просто всегда боялся этой темы, и даже когда что-то написал, там оно у меня и оставалось. Ну ладно, попробую. Но снова июнь над небой Время, надежды и чудес И над моей головой Белое море небес Выйду на улицу в ночь Набережные пустын Грусть и сомнение От стаи отбилась И улетела И улетела Набережные пустынят rom这 Cafe in' Они Это не помним лишь мы И все Камнем на броневике Годы за нами слетит Держим ли курс по руке? Белая ночь над него и опустилась Видно, когда-то жемчужина мира Белой вороной от стаи отбилась И улетела на север Пальмира Невский суровый гранит Сколько за жизнь повитал Кровь революции хранит От наводнений устал Город любимый во сне Ночь словно сумрачный день И где-то, кажется мне Бродит здесь бродского тень Белая ночь над него и опустилась Видно, когда-то жемчужина мира Белая вороная от стаи отбилась И улетела на север Пальмира И на север по кровку Видно, когда-то жемчужина мира И я не сексуально У нас набережная Робиспира, и с той стороны я все время думал, в чем же здесь какой-то, наверное, сакральный знак. И действительно Ленин около финляндского вокзала, финляндский вокзал чуть-чуть левее этой тюрьмы, и он там, Ильич, на броневике, как у нас на экзамене один товарищ по научному коммунизму сказал. В апреле 1917 года Владимир Ильич Ленин прибыл на паровозе в Санкт-Петербург, где выступил броненосца Потемкин. Вот. Чем вызвал гомерический смех преподавателя. Кстати, Ленин тут был подвергнут нападению несколько лет назад. Ну, вроде бы, многие слышали, наверное, это в новостях было. Бомбу там заложили каким-то образом, не знаю, в советское время это было бы вряд ли возможно, или бы кого-то расстреляли, если бы поймали. Я приезжал и видел это дело. Потрясающе просто. То есть, ощущение было, что толстая торпеда попала в попу Владимиру Ильичу, и там спереди вышла. То есть, дыра такая сквозная, через нее видно финляндский вокзал. Такое интересное зрелище. Вот. Ну, ладно. Не уходя пока от лирики, песна, в конце концов, вот, чувствуется, наступает или наступило. Все-таки. Как никогда капризом март, с утра капелька, ночи метель, рисует странную пастель, весна совсем не знает карт. На географию и с ней, а гидромед ей нам плевать, Ведь все дозволено весне с ума сводить, повелевать. Смотрю я в небо по утрам, Жду как-то с кварцей с югов, А зло на рдостовским ветрам Вернуться к шуму городов. Смотрю на солнце в облаках, И как рассвета жду весны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Не мистер Март, а словно мисс, Слезами с крыши роняет снег, И каждый день опять каприз, И от весны к зиме побег. И мне без видимых причин Куда-то хочется бежать, Душа размером как аршин, И ее в груди не удержать. Смотрю я в небо по утрам, И жду как-то с кварцей с югов, А зло на рдостовским ветрам Вернуться к шуму городов. Смотрю на солнце в облаках, И как рассвета жду весны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. А вспять вращение земли Не отвернуть и не прервать, Я убегаю от зимы, Как школьник девочку встречать. Встречать весну, который год, Она ж ко мне придет сама, И пусть не мартовский я в год, Но каждый год схожу с ума, Смотрю я в небо по утрам, И жду как-то с парцей с югов, На зло на рдостовским ветрам, Вернуться к шуму городов. Смотрю на солнце в облаках, И как рассвета жду весны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. В них лучше видно сны. Спасибо. Пошли так немножко по временам года. Кстати, завтра здесь выступает Вероника Долина, Известная, не то что известная, Достаточно знаковая фигура для авторской песни. Это не Лариса Долина, а Вероника Долина. Некоторые путают. Я что-то все время вспоминаю, В 1989 году я еще лейтенантом приехал на региональный фестиваль авторской песни, Отбор по всесоюзному, там, Советскому Союзу. Она сидела в жюри, Дулов там был, Мирзаян, Ну, такие гранды авторской песни. Это был 1989 год, Только вывели войска из Афганистана, Тут гласность и так далее. Было очень модно поливать грязью Вот на все, Что делали наши люди, Как воевали там, И помогали, И, ну, в общем-то, Подвиги совершали. И в то же время много пела на эту тему. Я помню, что вышел какой-то мальчик, А там мастерские, То есть выступаешь, Тебя потом обсуждают, Задают вопросы, Критикуют, естественно, Ритма не такая или еще что-то. И вот помню, Парнишка спел там что-то про Афганистан, А Долина такая, Ну, это не в пику ей, конечно, Что завтра он тут выйдет. Но, тем не менее, Мы с этой темой боремся. Ну, и я такой, Тут попугай, Но я и здесь молчать не буду. Я, значит, как скажу, Как там, Вы что? Это Афганистан, Святое там, Тра-ля-ля. В общем, она на меня глаз положила, Запомнила. И когда я на следующий день Пришел петь песню на мастерскую, Ну, там, Наехала на меня По ряду вопросов. А пел я совершенно не военную песню, На удивление. Дом барабанит дождь по крышам, Мечтает стоять морями в лужи, И буду всю на землю выживать, По небу тучи ветер кружит, Темно за окнами ненастья. А мне здесь светится полцетая герца, Не дождь, петель, печаль, Все смыть сердце, И, значит, он сегодня К счастью. Осень, и небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, И в эмиграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать, Мне весна ночами снится. По паркам ветер листья носит, Неделя тянутся резиной, И трес голодный булку против, Когда иду из магазина. Его так сиюжила погода, Он, как и я, продрог жестоко, И как ему мне одиноко, Видать, такое время года. Восемь, и небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, И в эмиграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать, А мне весна ночами снится. Дождем невинным нынче краем Мечтают стать морем и лужем, А я по-прежнему мечтаю В душе избавиться от стужек, А я мечтаю улыбнуться, И, может, даже рассмеяться, Не превратиться ближе в паяц, Мечтаю я к себе вернуться. Восемь, и небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, И в эмиграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать, А мне весна ночами снится. Спасибо. Возвращаясь к Ларисе, я спел эту песню, к сожалению, к удивлению для меня не было вопросов по рифмам, всяким вот этим филологическим нюансам. Я задал два вопроса, я говорю, а что это там светит 50 Гц? Я говорю, вы понимаете, тактовая частота в советских сетях, она вот 50 Гц, а, допустим, в Америке она другая. Я говорю, я это не понимаю. Я говорю, я тоже не очень, потому что вообще освещение меряется в люксах. Но как-то надо было зарихмовать, как он Вадим сегодня говорил тоже. Есть вещи, которые ему годы в рифме делаются. Второй вопрос она мне задала, почему восемь дней в неделю слякать? В неделю вообще-то семь дней. Я почесал затылок и сказал, знаете, почему-то пожарных не спрашивают. Есть такая поговорка, что пожарный должен спать 25 часов в сутки. И не спрашивают, почему. Она говорит, вот ведь выкрутился. Да, мы так мило с ним остались. Ладно. Ну, еще, мы все по временам года. Осень, вечер, ветер, тучи. В доме свет опять отключены, луны, айзевши лучи. Рука светит сквозь ветра, одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключик, из собой мир заключен. Ненадолго до утра мой мирок Размером с пухню. Газ под кофе не потухнет. Где-то гром печально бухнет. Видно, тоже один мах. Строго тикаель в будильник, Сам себе собутыльник. Поживет, моргнув светильник, И раздастся в двери слонок. Ночь, такое время года, Что, не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят. Я прозрачную не воду, А в душе моей к восходу То ли кома, то ли года. Ночь, такое время года, Ночь, такое время года. Рюмки, водка, сигареты, Хлеб, холодные котлеты, И сердца у нас согреты, То ли душные, то ли ствердные. Но душа моя раздета, И летает в небе где-то, Рвется в сторону рассвета, Только там туман и дым. Я, наверное, спел сто песен, Раз уж мы сегодня вместе, Вряд ли нам грустить уместно. Я пою, и каждый слышит То, что он хотел услышать, Но стучат соседи, Слышит батарею, чтобы тише. Ночь пройдет, рассвет все спишет. Ночь, такое время года, Что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят. Я прозрачную не воду, А в душе моей к восходу, То ли кома, то ли года. Ночь, такое время года, Ночь, такое время года. Прозвенел давно будильник, Опустил мой холодильник, В горы будто бы напильник. Мне не скоро петь, Теперь солнце, Видно, встать забыло, И сжимая боль затылок, Строй осушенных бутылок. И уже закрыта дверь осенью, Вечер, ветер, тучи в доме, Свет опять отключен, И луны, озявший лучик, Ровко светит сквозь ветра, Одиноко, хмуро, скучно, А на душе упрятан ключик, И с собой мир заключен. Минут долго до утра ночь, Такое время года, Что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, Пьют прозрачную не воду, В душе моей к восходу, То ли кома, то ли года. Ночь, такое время года, Ночь, такое время года, Ночь, такое время года, Что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, Пьют прозрачную не воду, В душе моей к восходу, То ли кома, то ли года, Ночь, такое время года, Ночь, такое время года.